В 2019 году группа биологов, включающая и меня, начала отслеживание миграции нескольких больших подорликов. В июле 2019-го мы снабдили четырех молодых птиц GPS-GSM-трекерами. Осенью наши птицы совершили миграцию на места зимовки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Весной 2020-го две из них начали перелет обратно в Европу. Одна решила остаться в Африке, а вторая, к несчастью, погибла в апреле от контакта с незащищенной линией электропередач. Обе птицы, вернувшиеся в Европу, появились на свет на севере Московской области в заказнике Журавлиная Родина. Один из этих подорликов проследовал через запад России в Беларусь. Другой, прозванный нами одуванчиком, вернулся почти в те же самые места, где год назад родился. Это была та самая птица, которая была показана в первом репортаже. Разумеется, мне хотелось увидеть, как выглядит наш дуванчик теперь, выросший и закаленный долгим путешествием на зимовку и обратно. Но найти и заснять конкретного подорлика в дикой природе – нелегкая задача. Все лето он был очень непоседлив, постоянно летая в соседние регионы. Несколько попыток встретиться с ним были безуспешными. И только в конце августа 2020-го, когда дуванчик решил на несколько недель задержаться на полях неподалеку от Бежицка в Тверской области, мне наконец удалось с ним встретиться. В конце лета многие птицы собираются вместе в преддверии осеннего перелета. Сельхоз поля – весьма привлекательное место для них. И в этом состояла другая проблема. Как найти одну птицу среди этого хаоса, когда тысячи перелетных птиц собираются в одном месте? При этом около сотни из них тоже хищники, как и наш одуванчик. Чибисы со своими отпрысками пройдут по скошенным полям. Скоро они полетят на ближний восток. Молодые аисты со своими родителями также кормятся на полях. Журавли вводят с собой своих новых сыновей и дочерей, чтобы вместе собрать то, что осталось от жатвы. И знакомят их с соплеменниками, чтобы во время толгого путешествия на юг они могли правильно вести себя в стае. Хищники, которые обычно не живут группами, теперь тоже вынуждены уживаться на этой маленькой территории. Коршуны, конюки, сокола и конечно подорлики парят в небе и отдыхают на деревьях. Есть ли шанс найти нашего одуванчика среди них? Координаты указывают, что птицы где-то на этом поле, но подорлики летают быстро, а координаты обновляются с задержкой около четверти часа. Но подождите, что это на спине у той птицы? Посмотрим внимательнее... Да, это передатчик. Значит, вот он, наш одуванчик. Я помню его еще с ледком, когда мы надевали на него этот передатчик. А теперь это сильная и красивая птица. За свой первый год жизни он пролетел много тысяч километров и скоро отправится вновь в осенний перелет. Он выглядит здоровым и хорошо подготовленным к новому путешествию. Надеюсь, он преодолеет все трудности и опасности перелета и вернется к нам обратно весной. Через 2-3 года он, вероятно, найдет себе пару. Они построят свое гнездо и вырастут в нем собственных птенцов. Мы будем следить за его судьбой и, надеюсь, увидим все это. Субтитры создавал DimaTorzok